Олимпиада рабочих профессий WorldSkills В этом году было принято принципиальное решение провести свой региональный этап. Основной площадкой был выбран Ковровский электромеханический завод. Сейчас эта производственная площадка выглядит пустынно, но уже через несколько дней она запомнится участниками первого регионального конкурса молодых специалистов по стандартам WorldSkills. Подготовка заняла больше месяца. Для этого было смонтировано специальное оборудование, установлена сцена, залиты полы, сформированные мини-площадки для конкурсов. Именно на нашем заводе существуют станки, линейка станков с числовым программным управлением. На этих современных обрабатывающих центрах и предстояло соревноваться участникам в двух номинациях. А всего на базе Ковровской площадки определялись победители в четырех компетенциях. Это сварочные технологии, ремонт и обслуживание легкового автомобиля, а также токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ. Конкурсом выделялось время, а все желающие могли подать заявку, приехать, поучиться, подкажироваться работе на станках, которые заявлены на конкурс. Ковровский электромеханический завод, который входит в состав госкорпорации Ростех, был выбран основной площадкой не случайно. Сегодня это одно из наиболее динамично развивающихся предприятий в сфере машина и станкостроения. Ну, очень актуально в рамках Ростех и в рамках всех предприятий. В Ростех входит достаточно большое количество холдингов и большее количество предприятий. И одна из основных задач – это повышение производительности, повышение качества труда на предприятиях. И вот эта методика «Урскиллс» и все движение «Урскиллс» – оно всячески помогает этому. И одна из основных задач – это сейчас, в ближайшие два года, распространить и внедрить методику «Урскиллс» для подготовки специалистов, операторов, сварщиков, инженеров на большинство предприятий Ростеха. То есть сейчас, если посмотреть на предприятия, они активно развиваются, идет программа импортозамещения. По данному предприятию можно посмотреть огромную номенклатуру оборудования, которые осваивают предприятия. Это и станкостроение, это и военная техника, это и гражданская техника. И уровень производства, культура производства, оно позволяет завидовать многим предприятиям. И я думаю, что это привлекает большое количество людей на предприятии. И поэтому, в принципе, достаточно высокий уровень. Участвовать в первом региональном открытом чемпионате молодых профессионалов решили более 70 человек из 10 регионов нашей страны, что стало приятной неожиданностью для организаторов. Здесь Москва и Санкт-Петербург, Орел и Курган, Калуга, Калининград и другие города. Главное условие конкурса – участник должен быть не моложе 16 лет и не старше 20 лет. Ограничение очень жесткое. Во-первых, конкурс изначально ориентирован на ребят, которые обучаются в учебных заведениях, а не работают уже в производстве. Поэтому, конечно, выбрать из числа наших рабочих, людей, кто подходит под эти ограничения, 22 года, очень трудно. Но, в принципе, я с этим ограничением согласен. Участники чемпионата стали прибывать на площадку за день до официального старта. Это позволило им изучить оборудование, познакомиться с заданием, присмотреться к потенциальным конкурентам и настроиться на конкурс. Вот этот конкурс, он, конечно, хорошее впечатление. И победить, конечно, на этом конкурсе. К этому конкурсу я готовился. Ну, конечно, волнение, но если сильно волноваться, то можно сделать ошибки. Поэтому надо себя успокаивать и прийти к успеху. Ну, получить опыта побольше. Конечно, выиграть. Ну, и все. Такие чемпионаты имеют четкую отраслевую направленность. Поэтому вызывает большой интерес как среди участников, так и среди руководителей промышленных предприятий. Ведь основная цель конкурса – популяризация рабочих профессий. В принципе, вот эти профессии сейчас, оператор станков ЧПУ – это самые престижные профессии у нас в России. Использовать так, как у нас сейчас развивается машиностроение, в принципе, это самые престижные профессии. Это не… здесь практически нужны знания на уровне инженера. Стартовал конкурс под звуки военного оркестра. На торжественное открытие прибыли официальные гости из областной администрации и регионального союза WorldSkills. Об особой роли этого чемпионата в жизни региона со сцены говорил заместитель губернатора Владимирской области Михаил Колков. Видите, на какой площадке мы находимся. Я уверенно утверждаю, что это одна из лучших площадок в стране. Давайте поприветствуем нашего партнера Ковровский электромеханический завод, который вложил не только средства, не только умения своих работников, но и в подлинном смысле душу в то, чтобы у нас состоялось сегодня яркое событие. Потому что чемпионат, который мы проводим сегодня, это не только смотр лучших молодых рабочих кадров, не только чемпионат молодых профессионалов. Одновременно это и смотр лучших наших предприятий, готовности этих профессионалов принять. Я объявляю открытый чемпионат молодых профессионалов WorldSkills Владимирская область открытым. Итак, друзья, чемпионат молодых профессионалов по стандарту WorldSkills официально открыт. По словам официального представителя WorldSkills во Владимирской области Людмилы Иванюк, это движение оказывает большое влияние и на образование, и на бизнес, а также является одним из приоритетных профориентаций молодежи. Данное мероприятие я могу назвать высшим пилотажем. Высшим пилотажем взаимодействия и организации работы между работодателем и организациями, которые готовят молодых специалистов. Я считаю, что это высший пилотаж. Вот на такой уровень мероприятий, на такую организацию, можно говорить, что должны ориентироваться и другие регионы. В рамках торжественного открытия чемпионата состоялась презентация сотого станка ТС-4000, серийное производство которого началось на заводе несколько лет назад. Символическую табличку сотый на станок установили Михаил Колхов, заместитель губернатора и победитель профессионального конкурса «Золотые руки», лауреат регионального этапа World School Russia прошлого года, работник Ковровского электромеханического завода Александр Юдинцев. Одновременно мы объявили о том, что нам выданы также еще и две лицензии дополнительные на такие самые модели 3000, мы сейчас сделаем 4000 и 5000. И договорились о том, что мы будем расширять номенклатурный ряд и расширять сферу обслуживания, сферу сервисного обслуживания этих станков. Кроме того, на развернутой выставке можно было увидеть новый погрузчик Ант-3000. Это принципиально новая машина, она отличается и по своей конструкции. Если мы обратим внимание на Ант, на наши традиционные тысячники, это из жесткой конструкции. Танк конструкции гибкая, изгибается в горизонтальной плоскости, что позволяет этой машине более маневренно работать и одновременно с большей грузоподъемностью. После торжественного открытия и официального старта участники приступили к заданию. Среди четырех компетенций самой продолжительной стала категория сварочной технологии. Она была рассчитана на три соревновательных дня. Молодым сварщикам нужно было сварить несколько модулей. Первый из стандартных образцов. Во втором модуле необходимо было сварить конструкцию с использованием нескольких видов сварки. И в третьем задании также нужно было сделать конструкцию, но уже из другой стали, что усложняло задачу. Очень сложные. Они, конечно, интересные. Такие они действительно довольно-таки полно отобразят подготовленность конкурсанта. Но, тем не менее, это даже для нормального практикующего сварщика это сложное задание. Среди претендентов на победу в этой компетенции было 15 человек. В их числе и студент Петушинского колледжа Альберт Мухамедов. Влияет на стаж, во-первых, на, можно сказать, набивание руки. И очень влияет на дальнейшую жизнь и работу. То есть, если участвует человек в таких конкурсах, то в дальнейшем на работу устроиться намного проще. Компетенция ремонта и обслуживания легкового автомобиля объединила 18 человек. Здесь студенты и молодые специалисты предприятия. Главная задача – найти неисправность в автомобиле и быстро ее устранить. Здесь задействованы следующие элементы автомобиля. Электрооборудование, двигатель внутреннего сгорания и механическая коробка передачи. Оценивается у нас правильная технологическая последовательность работы. Первый раз проводятся, волнуются, конечно, есть недочеты, но на ошибках учатся. То есть, ну, в целом, 80% справляются. Почти не волновались и хорошо справлялись с заданием участники двух остальных компетенций. Это токарные и фрезерные работы на станках с ЧПО. Когда я получил задание, я этот чертеж смотреть начал, и там, как вам сказать, очень точные размеры были. А времени не так уж много, переставлено часа всего давалось. И очень сложно сделать такие вот размеры, которые в чертеже указаны. Участнику придется изготовить деталь, которые будут заменены 20 размеров с допуском до 0,05, 10 размеров с точностью, там, десятая доля миллиметра. А также рассматривается частота поверхности, качество отработки и время. И самое главное, это время на... время выполнения задания, оно лимитировано. Ничего нового в задании нет. Задача изготовить деталь по чертежу с заданными размерами и с той заданной точностью, которая нужна. Сложно? Да, очень сложно. Возможно, да, конечно. Задания на чемпионат были выбраны по мировым стандартам WorldSkills и немного адаптированы под региональный уровень. У каждой компетенции существовал свой регламент времени, оценивали участников профессиональные эксперты. Именно высококвалифицированным экспертам и предстояло выявить победителей во всех категориях. Взвешивались и учитывались все факторы – время, чистота и правильность выполнения задания. Победитель должен быть объективно лучшим, ведь он будет представлять наш регион на межрегиональном уровне. Первый этап – это отборочный чемпионат. Отборочный, региональный, финал федерального округа, национальный чемпионат и международный. Наверное, то, что это событие, которое находится сейчас на пятом месте среди мировых событий во всем мире. Именно на этом. То же самое, как Олимпийские игры. Поэтому это своего рода Олимпийские игры среди профессионального образования и ребят, которые своими навыками готовы показывать свою квалификацию. Среди 11 претендентов на победу в номинации «Токарная работа на станках ЧПУ» точнее, быстрее и техничнее оказался работник КМЗ Александр Воробьев, который вначале, получив задание, хотел даже отказаться от участия. Но интерес, любовь к своей профессии, а также усердие и желание победить перебороли его неуверенность. Ну, когда меня начали учить, уже получил задание, начали обучать этому, показывать, все объяснять. Мне очень сложным это показалось, я правда хотел отказаться. Но потом сказали, да брось ты, брось, все-таки уже не первый год работаешь. Но я решил остаться. Вот эта победа что тебе дала? Уверенность в себе. То есть в будущем, может быть, даже еще что-нибудь будет хорошее. То есть пойду на разряд, буду сдавать. Немного переживал, но не сомневался в своих способностях молодой специалист Андрей Демитов, который стал лучшим в компетенции презерной работы на станках с ЧПУ. Что дал тебе этот конкурс? Ну, он мне дал больше опыта, достижения в работе. Ну, и показал себя с хорошей стороны там. В номинации «Сварочные технологии» победу одержал представитель Муромского индустриального колледжа Кирилл Дробжик. А среди автомехаников лучшим стал Кирилл Бубенов, студент Ковровского транспортного колледжа. Наградили победителей в присутствии сотен зрителей и почетных гостей. Я хочу от лица Ковровского электромехнического завода поблагодарить вас за то, что вы приехали на нашу Ковровскую землю, приехали на наше предприятие, ну и смогли оценить наше гостеприимство. Мы приложили немало усилий для того, чтобы организовать этот соревновательный праздник. Подводя итоги чемпионата, и участники, и организаторы сошлись во мнении, что такие мероприятия не только повышают статус рабочих профессий, но и объединяют российские предприятия, помогают сформировать авторитетные экспертные сообщества. Национальные эксперты дали очень высокую оценку площадке, уровню подготовки, уровню участников. Им очень все понравилось. Мне очень понравилась данная именно площадка, потому что очень рад, что партнеры включились очень хорошо в этот процесс, предоставили оборудование и место для того, чтобы можно провести полноценный региональный чемпионат. Все победители первого регионального чемпионата молодые профессионалы 33-го региона по стандартам WorldSkills теперь будут выступать на зональных соревнованиях в Ярославле, которые стартуют уже через несколько недель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»